Вот дверь Я открылась, ее мне открыла десница твоя Но в рубище ветхом едва ли я прикрыта И гаснет без масла лампада моя Я плачу, рыдаю в тоске одинокой С собой не взяла я священный елей К тебе я навстречу с лампадой угашей Не войду в чертог твой в одежде моей Как полночь приблизится, я не замечу И в полночь раздастся торжественный глаз Жених вот грядет, выходите навстречу И мудрые девы воспрянут тот час Поправят светильник И легкой с тобою Встречать тебя, девы, святые пойдут И в славе сияя Тогда незаметно В чертог твой прекрасный Легуя войдут И буду я слышать в тех, где в прикованье И сердце сожмется тоскливо в груди С лампадой угашей в плохом одеянии Я в брачный чертог твой не смею войти Как тяжко, как страшно мне думать, спаситель Уже ли закроешь ты дверь предо мной? Уже ли отвергнешь меня, искупитель И я разлучусь навеки с тобой? Как полночь приблизит тебя Я призываю И в час полуночный Тебя попрошу Услыши, владыка Мои вовли и рыдания Услыши, владыка Молитву мою Взгляни, мой светильник наполнен слезами Ты сам мои слезы в елей преврати Ко мне преклонись И светом небесным Прошу меня Озари И в миг просветится души Одеяние И ярко зажжется Светильник золотой О, Господи, Боже Твое я создание Мне ада страшнее Разлука с тобой О, Господи, Боже О, Господи, Боже Православие буквально нуждается в реанимации Вы знаете, что недавно умер патриарх Алексей Второй, Ридигер А на его место избрали митрополита Калининградского, Смоленского Кирилла И сейчас Кирилл патриарх И он, ну это еще года три назад В газете Трус и Известиях печатали Он говорит, когда открыли храмы Начали открывать, это 90-е годы Народ хлынул туда, но ничего не знали люди И сосковались А священники в это время шиковали, жировали Они думали, так всегда будет Берут священники, миллионы За четыре месяца мог иномарку купить Любой пол И вдруг народ отхлынул Появились западные сектанты Народ Волна отошла И храмы пустые И никого нет И этот Кирилл Смоленский Буньяев по фамилии Говорил, менять тактику надо Выходить на перепутье дорог Надо идти к людям Молодежи особенно свидетельствовать Потеряли всех Вы зайдите в баптистские собрания Посмотрите У них есть собрания Которые насчитывают по 10 тысяч человек Они работают Они не снято Они пробираются до самого дальнего севера Вот так называемые свидетели Иеговы Это еретики, это сектанты Но ведь они делают это Мы должны доброе увидеть везде Мне Ленин Это самая антипатия Самая высшая Но у него есть слова Которые мне нравятся Он говорит Наша радость от трудовых успехов Вот почему люди сегодня вот такие вот От плохо сделанной работы Все время недовольные Сумрышние Брак Наш материал Производство Никуда в мире не берут Только к чему мы не прикасались рукой Это не Газ Что-то такое Лес Вот это уйдет На нас все зарубежное Посмотрите Написи какие Почитайте Вот он Почему? Потому что брак и пьянь А можно ли поднять Россию? Я вам скажу Что я являюсь начальником Детского православного лагеря Основателем его Уже 37 лет Потерянки А в нашем лагере о деревне Сняты документальные фильмы И один фильм получил Первый премию в России А второй главный приз На международном киноконкурсе Надо согласиться Что не на дороге валяются Такие призы Международном У нас вот Россия должна встать А каким путем? Сейчас нет объединяющей идеи Раньше было пролетарь Их там соединяетесь Там хай А что у нас есть? А у нас есть такое Я его выбил Дети Воспитанные во Христе Дети воспитанные во Христе А разводов не будет Ни одного Вот у меня в лагере Такие правила Что к девочке Нельзя даже пальцем Мальчику прикоснуться Это такое сокровище Он только может защищать ее И она должна себя так Вести беречь Но мальчик везде первый Ему главное За столом Везде все Потому что это защитник Это будущий священник Это будущий судья Вот на этом строилось Все в России Благоговейное отношение Друг к другу У меня привозят детей А родители говорят Мы его дома держим На наручниках Наручники купили Батареи приходят Уходим на работу Наркоман Из дома все тащит И он у меня месяц пробыл Родители приехали Его не узнают А что мы с ним сделали? Родители обнимаются Сестренку не гвоздают У него все по-другому Что случилось? Мы каждый день молились Занимались Каждый день новый раз Купаются Утром гимнастика Обливание водой Купаются Все по-другому Ходим по ягодам Все с молитвой Надо молиться Мы рядом с вами живем И вы не знаете Наш лагерь Притом в лагере нет возрастных групп Я любого из вас могу принять Кто верит? Любого Но у нас правило Ни одна девочка Ни одна женщина Брюк от нам не зайдет Почему? Бог запрещает Я вам сейчас покажу Наших детей Они тут споют что-то И вы увидите Ну а почему нельзя? Все нравится, очень удобно Так Платье бить как поднимают А я в брюках иду Тебе не надо рассуждать Бог сказал Книга второзакония 22 глава 5 стих Каждая книга разбита на главы И на стихи Я просто знаю На Иисусе вам говорю Написано Мерзок перед Богом Мужчина Который носит женскую одежду И мерзко пред Богом Женщина Которая носит мужскую одежду Все Мерзок значит мерзавка Тебе надо это? И тебе не надо рассуждать Это Бог сказал 3600 лет назад 3600 У нас никто не красится А почему? А я вам на то Говорю так Если Бог не дал тебе красоты Ты на полтинник ее не купишь А если Бог дал красоты Зачем ты замазываешь себя? Пусть муж любуется тобой Видите как все просто было Это божественная картина Которую Бог создал Женщина Почему начинается Называется прекрасный пол А в чем он прекрасный? Я спрашиваю мужчину У которого Шестеро детей Я говорю Скажи ты Женился Какое качество старое? Для мужчины Самое драгоценное Старица была Ну нашел ты такой Нашел и дети Все у него такие красивые А что главное не получил? Я не знал что искал Надо было искать послушание В послушании Нас мусульмане Захнут за пояс Ни одна мусульманка Никогда не воспротивится мужу У них слова ревность отсутствует Может иметь 4 жены Ни одна не ревнует Ну больше 5 нельзя одновременно Это другая религия Это не христианство совсем Но корни идут от ветхозаветного Израиля И я на этот вопрос Отвечаю 18 том Разбираю весь Коран У вас на столе лежат эти книги Если вы будете читать Вы выйдете другие Совершенно другие Один вопрос прочитал Один уже другая Только поставьте себе Авторитет Библии Который там указан В конце каждого ответа Я даю выдержку из Библии Знать откуда Это уже Бог дал мне талант Книга такая-то Глава такая Стих такой-то И оно жирно Курсиво выделено Чтобы понять Что такое Издавая книга Я за 8 лет Провел 25 тысяч часов За компьютером Я сам выбираю Сам верстаю Только пропы Не помогаю тут брать и набирать А мне-то уже 71 Первый год идет А я ни в возрасте Ничего не чувствую Это Боги Так я вам ничего не говорю Что там было Там уйти снимки Как я иду арестованный Вокруг меня солдаты Я когда проповедовал Меня арестовывали Я в 5 тюрьмах отбывал Это все там написано В лагере смерти был Никто не думал Что я вернусь Я вышел живой Вернулся Это Бог делает И ты скажешь А у меня какая-то трудность Самая главная беда наша Горе Что Христа не знаем А когда Христа знаешь Все стоит на месте Я сейчас попрошу Наших детей выйти Потом вам еще Много скажу Выйдите за ребятишки Это наши дети Приехали к вам Со своими распитателями Как-то это церковные кормы Дома они конечно Деты не так А ребятишки вот такие Все с поясами А там узкая форма Лев Толстой стоит Рука за поезд У нас никто не бреется Так Ну руководитель тут пройдет И что они могут Если споемся Пожалуйста Их воспитатели И учителя здесь Учителя наша школа Терял Порщинская школа Она государственная Они получают Отклады Все так Но начинают Здесь с молитвы В каждом классе Уходят на работу В школу У родителей Дожи благословитель А мама Папа Благословитель Должен быть В полном послушании В любви Это такие же дети Даже учатся Которые старше Они в институте Уже учатся В городе У нас платят За них все И живут От своего хозяйства Вот они стоят Здесь Они семья В одной семье Семьера У нас нет такого Чтобы детей убивать Аборта делать У нас это смертный грех У нас это смертный грех Вот сколько Бог дал Сколько и есть Вам для сведения Дмитрий Иванович Менделеев Создатель Периодической таблицы Был с семнадцатым Ребенком в семье У вас шарщины С семнадцатого Ребенка не найти Даже в Алтайском крае Уже четыре Многоцветные Пожалуйста Славьте все Пойте все Иисус Христос Воскрес Эта песня Эта песня Пусть несется До небес Будьте дети Радостно Жив Христос Да Он воскрес Стройте дружно Голоса Вас вдвоем Хвалу и честь Он нас спас Оправдал На кресте Он пострадал И воскрес Смерть поправ Радостно Сечку Угандал Пойте дети Радостно Жив Христос Да Он воскрес Стройте дружно Голоса Вас вдвоем Хвалу и честь Славьте все Пойте все Иисус Христос Воскрес Эта песня Эта песня Эта песня Пусть несется До небес Пусть дети Радостно Жив Христос Да Он воскрес Стройте дружно Голоса Вас вдвоем Хвалу и честь Золотой весенний луч К нам пробился Из-за туч Заглянул на окошко Поиграл со мной Немножек Осветил Он всю квартиру Мне на полном Душу мира В своей жизни Я хочу Быть подобным Лучу Чтобы при любом Ненастии Людям светлисти И счастья Призывать людей К спасению Путь во мраке Свящать И Христово В воскресенье Всему миру Возвещать Я хочу Прославить Господа Христа За Его Любовь За Его Дела Только с Иисусом Мне страшна Беда Только с Иисусом Счастлив я всегда Только с Иисусом Мне страшна Беда Только с Иисусом Счастлив я всегда Он с Иисусом Со мною Рядышком идёт Крепкою рукою Он меня ведёт Только с Иисусом Мне страшна Беда Только с Иисусом Счастлив я всегда Только с Иисусом Счастлив я всегда Только с Иисусом Счастлив я всегда Только с Иисусом Трудные дети Любит Вас Христос Людям всех на свете Счастье Он принёс Только с Иисусом Только с Иисусом Счастлив я всегда Счастлив я всегда Но вы в курсе, что такие мероприятия собираются, даже на митинге, когда выходят? У нас не митинг. Вы собираете людей, на это нужно разрешение. Какое разрешение? На благовестие, идите по всему миру, странно, благовествуйте, всякой твари, Евангелие благовествуйте. Вы не путаете, вы понимаете, вы что, вот это вот... Вот это что? Вот знаете, вот у всех сект, как я учил, учился в семинаре, постоянно, вот любую секту взять, все постоянно Евангелие, Евангелие, Евангелие. И каждую, вот главы, прям главы заученные. Вы возьмите все Евангелие, вы почему на главы-то на какие-то определенные упираетесь? Вы, если Евангелие, так вы все Евангелие, в общем-то, берите. А вы хоть одну главу знаете? А ее не обязательно знать, надо просто читать. Не обязательно знать? На Иисус-то? Какой стих и что? А вы топор за плечами носите? Нет? Какой топор? Ну, обыкновенный. Зачем? В Библии так написано. Топор? А где там написано? Где про топор там говорится? Посмотрите, почитайте. А какое место? А я что буду знать? Видимо, вы говорите неправду. Про топор за спиной нет. Такого я в Евангелии не читал. Вы не надо, посчитайте сами. Да нет этого там. Я не говорю, что в Евангелии есть. Скажите главу, пожалуйста. Если этого нет, то вы лжете просто-напросто. Боже, к нам не приезжайте. Когда разговаривал Господь с сатаной. Боже к нам не приезжайте. Сатана говорит, написано. Господь ему отвечает. Написано. И он замолкает. Вы представляете? Сатана замолкает, потому что Господь сказал, написано. А наши православные говоришь ему евангельскую стих, глава написано. Он будет не просто спорить. Он еще будет опровергать это. Так что, православные хуже сатаны? Он сразу замолкает. В Евангелии написано так. Чтобы прочитать один стих отдельно, он говорит об одном. А прочитать полностью, да, там совсем другой смысл-то заложит. Как это другой смысл? Да вот так. Все четыре Евангелия говорят только об одном. Да что вы, да что вы. А ну скажите, что такое. Да вы к чем не хотите сказать, что это Библия? Ну скажите, какое Евангелие, которое противоречит другому Евангелию. Да вы подождите, вы почему перебиваете? Это вы перебиваете, договоритесь, пожалуйста. Вы говорите, что смысл совершенно иной в каждом Евангелии. У нас одно Евангелие, их не четыре. Четыре Евангелия так и называются. Оно одно и то же. У нас один есть священник. И к нам бы Бог не приезжает. Вы что хотите сказать, если Библию прочитать раз, да? Что-то отложить для себя, понять ее как-то, да? И прочитать ее второй раз, ты поймешь ее точно так же? Какой-то смысл странный, как вы говорите, о количестве прочитанных раз. Это вы так складываете? Нет. Да нет, я вообще не в количестве. Дело о том, что вы понимаете смысл, каждый раз понимая, что Библия это такая книга, которую понимаешь каждый раз по-разному и каждый раз открывается что-то другое. Да почему это так? Почему я-то это так говорю? Это говорят святые. А вы знаете, что есть постановление апостолов? Библию нельзя толковать по-своему. Ее только толкуют как... Зачем ее вообще толковать? Ты ее читаешь, тебе же что-то приходит... А Златоуста, знаете такого? Или вы вообще считаете просто так, да? Вы Златоуста знаете, Иоанн Златоуст? Или знаю, что... Знаете, что он истолковал Библию? Истолковал, чтобы не нашими умами это думать. Вот так, понимаешь, что... Да при чем здесь думать? Дело не в том, что умами, а дело в том, что мы должны соблюдать это. Дело в том, что я говорю о том, что Иоанн Златоуст, самое авторитетное толкование, это толкование по Златоусту. И он говорит, так же, как все святые соглашались и говорили, не всем дано толковать. Господь говорит, не всем дано. Это только малому количеству особые люди. Особые люди. Я говорю нормально. То есть я не кричу. Я просто говорю громко, что все слышали, потому что, чтобы не шептать. Все слышат, народу-то немного. Так вот, толкование у нас одно. Любой святой соглашался с другим. Поэтому, когда говорят на проповеди совершенно иное, что говорят святые, вот тогда возникает вопрос. Вот об этом, может, мы и подталкиваем, что иногда выходящие могут говорить не то, что положено. Потому что критерий у всех христиан только один. Евангелие, другого нет и не было. И толковать, по своему разумению, прочитал так. Это запрещено каноном. И запрещено каноном. Если вы не знаете канон. Почему? То есть вы прям, знаете, вы так на Евангелие определяете, как евангелист. А евангелисты, это кто такие? Четыре евангелисты. Вы хоть их знаете? По именам, знаете? Я сектор евангелистов. Останьте нас лапой. Наши личные. Наши личные. Я лично знаю евангелистов, потому что я читал. Потому что их мысли, мои мысли. Я человека читаю евангелие. Они стали моими разными. Я вам и сектор евангелисты. Там, в далекой стороне Палестине, струится река Иордан. На берег той реки выходил Креститель Святой Иоанн. Он с виду суровый и грозный Одежду верблюжий носил. Был послан от Бога в пустыню И громко он там возгласил. Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, чтоб встретить миссию Христа. Идет вслед за мною сильнейший божественный свет. От него, а я перед ним, лишь притечья, а я перед ним, лишь никто. И шли к нему люди толпою на берег пустынной реки. Несли покаяние слезами, в водах омывали грехи. Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, чтоб встретить миссию Христа. Сын Божий приходит креститься, спустился в реку Иордан. Я волю Отца исполняю, крести ты меня, Иоанн. Зачем ты приходишь креститься Христу, так сказал Иоанн. Волнуя житейское море, назад побежал Иордан. Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, чтоб встретить миссию Христа. Крестить я тебя не достоин, Владыка ты мой, я твой раб. Я сам пред тобою склониться, Крещенье принять буду рад. И вот совершилось чудо, отверзалось небо в тот час. И из облака вдруг над рекой, Как гром прогремел Божий глаз. Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, Чтоб встретить миссию Христа. Си, Сын мой, возлюбленный, Он в мир мою волю несет. Он род человеческий, грешный, От гибели вечной спасет. И смотрит креститель, Девица, слетел на Христа. Голубок не просто была, Это птица, но дух святой, истинный Бог. Покайтесь, люди, покайтесь, Очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, Чтоб встретить миссию Христа. И все во Христа мы крестились, И все облеклись мы в Него. И жить мы Ему обещали, Во имя святое Его. И мы всех отверглись, Лукавых навек отреклись сатаны. В купели крещенье, Приняли и стали Творца мы сыны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Там, в далекой стране, Палестине, Струится река Иордан. На берег той реки выходил Креститель Святой Иоанна. Предтечи Крестителю Слава, Великий Святой Человек. Господу Троице Слава сегодня, вчера и вовек. Покайтесь, люди, покайтесь, Очистите ваши сердца. И грешную душу исправьте, Чтоб встретить Мессию Христа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...